Музыка Копьё это одно из самых первых видов оружия. Самые первые копьи появились еще около миллиона лет назад. Но это была просто деревяшка, слегка заостренная. Потом около пяти тысяч лет назад появляется металл и наконечники из каменных начинают делать металлические. Копьё может быть метательное, может быть пехотинце, может быть самой разной длины. Его можно уберечь в землю, защищаться от конных воинов, когда конница несется. Можно наносить колющий удар. Это, наверное, такое достаточно универсальное оружие. И, допустим, такой малоизвестный факт, но японские самураи также должны были обязательно хорошо водить копьём. Хотя все знают самураи, в первую очередь, благодаря катанию. Это оружие одно из немногих, которое везде было, на всех континентах. Когда-то трубадуры и министрели слагали баллады романтических благородных рыцарях, облаченных сверкающей доспехи. Теперь с копиями клинкового оружия и защитного снаряжения воинов средних веков можно познакомиться на интерактивной выставке. То есть, если мы возьмем раннее Средневековье, это еще большое влияние Римской империи. В Римской империи был меч Гладиус. Он короче примерно вот такой был, по форме полностью очень похож. Но где-то в VI-VII веках использовался такой меч. То есть, у него достаточно такая необычная красивая гарда. Он обоюдоострый, то есть, как, в принципе, и все мечи. И достаточно тяжелый. То есть, ну, вес, наверное, ну, сколько, ну, килограмм, 200 грамм примерно вот так вот. То есть, для меча очень это много. Ну, минут 30, я думаю, если тренированный воин в бою поорудует таким мечом, наверное, уже устанет. То есть, навряд ли, там, час-два, или, как в летописях пишут, бились они три дня и три ночи. То есть, такого не было. Во всем обмундировании воин уставал уже через минут, наверное, 30-40. Это уже классическое Средневековье. Романский меч. Романский, да, меч. То есть, он сам по себе уже тоньше. Толщина даже металла здесь тоньше. И, так скажем, ну, более вытянутый, ну, по весу примерно одинаковый, может, даже чуть-чуть легче. Оружие все время стремилось стать легче. То есть, вот, уже в эпоху Ренессанса появляется шпага, то есть, мушкетеры, да, вот. Это как раз та самая история, когда в раннем Средневековье воины имели слабое, да, обмундирование. И, ну, оружие, так скажем, потом рыцари утяжелились, потом наступает эпоха просвещения, наоборот, мушкетеры. То есть, упор делается на владении оружием, на технике владения оружием. Затем армии становятся многочисленные. И сейчас вот мы опять снова подходим к этому периоду, когда воин имеет экипировку, бронежилеты, каски, шлема. Также в экспозиции представлены макеты оружия и амуниции периода Великой Отечественной войны и конца 20 века. Макеты современного оружия, пулемета, мини-гана, автомата Калашникова. Выставка представлена активистами Иркутского военно-исторического клуба «Дружина». В комплексе выставка представлена, то есть, это оружие средневековое и современное. И цель вообще вот этой выставки показать, за последние 2000 лет человечество не воевало 176 лет, ну, кто-то говорит 240. И вот средневековое оружие, оно во многом прошло тот цикл и похоже на наше современное. То есть, в средневековье воин очень хорошо экипировался, то есть, имел доспехи тяжелые. Был период 17-18 веков, когда воины снимали с себя эту броню и армии становились более многочисленными. И сейчас мы подходим к такому периоду, когда воин снова приобретает такую тяжелую экипировку, который по своему весу, ну, вот доспех современный, да, так скажем, это бронежилет, ну, по весу он, наверное, сопоставим со средневековым, то есть, это 30-35 килограмм бронежилет и все сопутствующие. Лично мне вообще история всегда нравилась. С четвертого класса я увлекался историей, с девятого класса был участником областных олимпиад, то есть. И сам я работаю также в музее, в Иркутском областном корейческом музее. Вот, и, ну, история, не знаю, как говорится, плохо тот народ, который не любит и не помнит свои истории. А средневековое, оно хоть и у нас, вот, которое здесь представлено, оно для нашего региона, оно не присуще, но сейчас очень сильно влияет, вот, мейнстрим, то есть, это фильмы, сериалы, там, о викингах, о каких-то воинах, и это, ну, увлекает, просто нравится. Подобные выставки очень популярны, особенно, если учитывать быстро возрождающийся интерес к истории, особенно среди молодежи, который является основным двигателем развития исторических реконструкций. Самый, так скажем, массивный, самый сложный шлем это Топхельм, это немецкий шлем 13 века, это период до крестовых походов, он полностью закрытый, то есть, здесь лицо, все полностью защищено. Если мы сравним, вот, со шлемами открытого типа, то, ну, допустим, это, опять же, раннее-средневековое, такие шлема были достаточно массовые, то есть, он защищает только от ударов сверху, от рубящих, режущих. Вот, ну, опять же, легко дышать, передвигаться, обзор, то есть, если крестоносцы, когда прибыли на Святую Землю, да, то есть, отвоевывать Иерусалим, они столкнулись с жарой, металл нагревался очень сильно, и потом, со временем, они стали делать сюда накидки на голову, то есть, тканевые. Экспонаты дают возможность оценить тот вклад, который внесли мастера в развитие оружейного искусства, а также продемонстрировать лучшие образцы, их техническое совершенство. ПС-40, это немецкий пистолет-пулемет, наиболее такой популярный, в фильмах, которые показывают, вот, обычно мы видим, да, там стоит, солдат стреляет, на самом деле, за магазин вот этот, это было неправильно держать, поскольку во время стрельбы магазин расшатался, а потом я вылетал, и правильно держать вот в этом месте, у основания, то есть, затем, есть такая даже, ну, как бы, версия, что по уставу немецким солдатам полагалось, то есть, они вот таким образом, когда держали, когда оружие перезаряжали, перезаряжали, они садились, и оружием в этот момент, как бы, себя частично прикрывали, то есть, это скулков. Примерить кольчугу или шлем, подержать в руках меч или ППШ, такие выставки интересны для всех категорий населения. Мне очень понравился шлем и вот эта каска. Я буду воевать вместо мальчишек. Мне очень понравилась выставка тем, что она все периоды, этапы развития оружия показывает, и те, что она более познамательная для детей. Ой, выставка очень понравилась. Оружие такое, все уникальное. То есть, я раньше вот вживую такого, конечно, не видела. Очень нормально по мини-гаму, пистолетам и еще что-то. Используя опыт предков в целях саморазвития и созидания во благо будущего, выставки оружия и доспехов различных эпох сегодня популярны и востребованы, впрочем, как и проведение воинских турниров и боев, военно-исторических реконструкций. Это не только яркое зрелище, привлекающее историческими костюмами различных эпох, но важный элемент пробуждения общественного интереса к военной истории своей страны, гордости за подвиги предков. Не напрасно в Саянске идет становление музея боевой славы, а школьники становятся членами Всероссийского поискового движения. Так, в августе в Новосибирске состоится международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь», куда приглашены и саянцы. Субтитры создавал DimaTorzok